Крепкий Орешкин 2 Это сохранение территориальной целостности, суверенитета, государственного могущества И в этом смысле Путин соответствует ожиданиям Он страну держит под тяжелой своей лапой Он ее душит слегка Но в то же время он обеспечивает ее цельность И мало кто найдет себе смелость сказать Догорья на огнем эта цельность Важнее, чтобы мы жили по энергетическим стандартам Так примерно думает, по моим прикидкам, до 20% Больше, и тренд очень сильно Прямо стрелой идет вверх А недавно мы с Гордеевой даже обсуждали Секунду, секунду У нас были результаты, по-моему, Левадовского Или какого-то большого соцопроса По поводу того, что великая держава или высокий уровень жизни Вот два Понятно, да, сейчас идет, конечно Я даже найду эти все Но вопрос в том, великая держава или невеликая держава Это одно дело А цельная держава или не цельная Вот согласны ли вы, например, с тем, что Большиня отвалилась? Я думаю, что 20% согласятся Думаешь, что больше? Может быть, больше Я уверен, что это число растет Потому что европеизация В общем, свой индивидуальный подход Свои права на свою точку зрения Это увеличивается В Кремле говорят, что это иностранное влияние Заткнуть там дырки, чтобы мы все были патриоты Ни за что и так далее И пока до сих пор это работает Как вы прекрасно знаете, что у Путина было три всплеска популярности И все три были связаны с локальными конфликтами Которые нам были представлены как победа Чечня, Грузия, Украина Хотя Украину он проиграл Правда, выиграл Крым Вынес из этой схватки Крым в зубах Волоча его хвостик по земле Людям это страшно понравилось 86% поддержки Мы же все это помним Так вот, сейчас эта ситуация немножко меняется Вернувшись к 2024 году У Путина все нормально Но для того, чтобы консолидировать свою поддержку Он будет вынужден, во-первых, все более жестко Отбрасывать альтернативы Все более жестко замыкать все на себя Завинчивать гайки Тормозить экономический рост И превращать Россию Ну, в некоторое подобие Умягченной Чечни Или Советского Союза В этом катастрофа И с точки зрения капитал доверия Катастрофа в том С вашей точки зрения Ну да, с моей, конечно И, наверное, с точки зрения значительной части наших слушателей И, наверное, с точки зрения вот тех 20, может быть, 30 миллионов человек Которых мы условно можем назвать европейскими мыслящими Что важно На этих выборах вот такие люди Не участвуют Не ходят Поэтому умное голосование было не столь эффективным Каким могло бы быть Я думаю, что подрастет новое поколение Для которого станет прикольно Стебаться над этой властью С помощью хождения на выборы Сейчас прикольно не ходить на выборы И говорить А в гробу я это видал Да и то, по-моему, картинка уже немножко меняется А вот, может быть, через Может быть, даже в 2024 году Станет модно, интересно и свежо Прийти и протроллить эту власть Именно так Только им не надо никуда ходить Они могут проголосовать Они будут голосовать Электронно Это в любом случае наше будущее Вот тут возникает Масса интересных вопросов Про фальсификации Электронного голосования Вот это важно Вы в материале, я уверен Да, значит, про... Ну, фальсификации Это, в общем, то, чем я не занимаюсь А то, что я анализирую Если бы вы занимались фальсификацией Вы бы сидели не здесь А в теплом Мерседесе Это правда Это правда Ну так вот, значит, электронное голосование Начнем с того, что Их было два типа Одно электронное голосование По регионам Значит, это Если память мне не изменяет Севастополь Курская область Мурманская область Нижегородская Ростовская Кажется, ирославская Шесть областей И плюс Москва Всего семь Да, в Москве отдельно Отдельный блокчейн Другой блокчейн-платформа была Да, в Москве его делал ДИТ Департамент информационных технологий А по этим шести областям Его делал Ростелеком То есть, они как бы Друг за друга Не отвечают И в том, что касается Областного Регионального блокчейна К нему вроде как и претензий нет Плюс-минус Хотя Хотя Что меня, например Раздражает Опять же Вследствие отсутствия прозрачности Я так и не вижу Отдельных файлов В которых представлено Как люди голосовали по электронке И как люди голосовали Через нормальные избирательные участки Нам не дают сравнить Нам говорят Вот, пожалуйста, вам коктейль Результат вот такой Какой вклад в этот коктейль Внесло электронное голосование Какое внесли бумажные бюллетени Не говорят И это, в общем С моей точки зрения Никудышно Потому что Оставляет место Для вполне оправданных Сомнений и справедливости Но совсем плохие дела В Москве Вот Там действительно Очень серьезная проблема Я не компьютерщик Но я Довольно часто сидел Рядом с компьютерщиками Когда мы работали С обработкой Электоральной статистики Когда мы Отражали Результаты Выборов В 90-х В начале нулевых И По неволе Я примерно Представляю Как это работает Я постараюсь Изложить Вот Своё объяснение Сила блокчейна Если я правильно понимаю Вот касательно Там биткоина И всех этих Прочих валют В прозрачности То есть У них Капитал доверия Зиждется на том Что любой Участник Этой игры Видит Все Интеракции Там Или там Я не знаю Как это назвать Транзакции Да Когда с деньгами Переводят Никто не видит Кому принадлежит Конкретный счет Но все видят И все это записано В этом блокчейне Всю эту историю Перевода И Сжульничать Очень трудно Потому что Есть коллективный Наблюдатель А в Электронном голосовании В Москве Нам тоже говорят Блокчейн Блокчейн Все гарантировано Простите пожалуйста Вы меня подпускаете Понаблюдать За этим блокчейном Нет Нет Извините Входить может Только человек У которого есть Мастер ключ То есть Все верно Все верно Все так оно и есть Ну вот смотрите По данным Forbes Близкого команде Разработки системы Электронного голосования Узлы блокчейна По которым можно проверить Подлинность транзакции Находятся на стороне Правительства Москвы Это значит Что никто Со стороны Не может проверить Правда ли Результаты голосования верны И вынуждены верить На слово тому Кто держит Эти самые контрольные люди И вот я это вживую Наблюдал Я был В Кажется Это называется Центр Наблюдения Над выборами Которым руководит Алексей Алексеевич Это вот то что То что новое Но такое свежее Красивое Да очень красиво Очень богато Все сделано И Алексей Алексеевич Там Через чайно Довольный собой Но он начальник всего Это он меня пригласил В качестве гостя Там значит Угощают Наливают Но Посмотреть на этот Самый Блокчейн Даже через начальственный Окуляр Не позволяют Более того Даже для Тех Для приближенных Людей Где-то ночью Рухнула Возможность Посмотреть Что там внутри происходит То есть Смысл блокчейна Был Вывернут наизнанку Есть начальники Которые что-то там Меняют Перестраивают Эти самые связи И нам собственно Говорили что пришлось Четыре раза Пересчитывать И никто не видит Что они там Пересчитывают Может быть Они Вполне Доброкачественно Действуют Хотя извините пожалуйста Я имею право И должен исходить Из того что Во власти сидят Жулики Их надо контролировать Мне говорят Нет ну слушай Уважаемые люди Блокчейн Вот тебе распечатка Мне не интересно Распечатку Мне интересно Как она Откуда она появилась Я не могу Узнать Кто в этот Блокчейн В эту систему Закладывал голоса Я могу Если я участник Этого процесса Увидеть там Свой голос Но я не знаю Сколько там Какой нибудь робот Мог накачать Еще голосов Помимо меня То есть Плюс там было Некое переголосование 300 тысяч человек Это вообще что такое Это как раз Нет Ну это Это логика такая Что Венедиктов Исходило с того Что человека Могут вынудить Заставить голосовать По электронке На рабочем месте Ты пришел У тебя в дыш В спину тебе дышит Чесноком начальник И говорит Давай голосуй Вот на казенном компьютере Ты вводишь там Единую Россию Естественно Потому что не хочешь Ссориться с начальником Потом приходишь домой Выпиваешь 200 грамм водки И переголосовываешь Так как считаешь Как интересно Благими намерениями Как известно Да Это абсолютно Благое намерение Значит проблема в чем Что Оказалось Что из 2 миллионов Московских Как бы Московских Избирателей Записавшихся На электронное голосование 300 тысяч Потом Переголосовали Это первое И так как надо было Все это перепроверять Сличать Пускай даже И в электронном виде Заменять Один результат Другим Поэтому Соответственно Московская система Дала результаты В 7 раз Ну то есть Через там 14 часов Ну на то электронка Чтобы делать все очень быстро В реальном времени Не просто быстро А в реальном времени Ну нормально Да И у нас в общем так и было Когда мы работали с Газвыбором Мы получали файл И через там 3 минуты Он был на экране Там ничего нельзя было Успеть поменять А значит здесь Можно было успеть Умные люди Которые занимаются блокчейном Объясняют Что Считать Данные Вот С этого самого блокчейна Дело там Двух минут Потому что в каждом блоке Одна и та же информация Ты просто считываешь результаты И распечатываешь на принтере Вот тебе пожалуйста Это очень быстренько А если ты должен поменять Там что-то в этом блокчейне Например Вот выяснить Как эти 300 человек 300 тысяч человек Переголосовали То эта процедура Занимает Там несколько часов Потому что Это надо поменять В каждом блоке Надо осуществить проверку Надо чтобы эти блоки Друг с другом Коммуницировали И так далее То есть Если я понимаю правильно Там 2 миллиона этих блоков И это занимает Чертову прорву времени Поэтому они так долго тянули У меня вопрос А что Когда они меняли Там Можно проконтролировать? Нет Извините Не ваше собачье дело Поэтому эта система Слаба С двух точек зрения Во-первых Мы не понимаем Как она устроена Внутри Сама по себе А во-вторых У нас есть оправданное Сомнение в том Что те люди Которые ее управляют Туда не накачали Какого-то туфта Еще до того Как она начала работать Ну Наиболее популярная версия Вот такой Такого большого опоздания По предоставлению информации Дескать ждали Пока плюс-минус Посчитают Сколько Набирают реальных Бумажных И сколько надо будет Что там намухлевать Поэтому вдруг выяснилось Что в бумажном голосовании Побеждают практически Во всех округах Кандидаты от Условно умного голосования Или в целом Оппозиционные кандидаты А потом вдруг В финале Получилось так Что ни один из них Не выиграл Да Включили кнопку И значит Ну так оно и было Например там Несколько было примеров Которые Легко вспомнить Ну например там В Кунцевском округе Одномандатном Уверенно лидировал Михаил Лобанов От КПРФ Это профессор Доцент По-моему Московского университета И выигрывал У Евгения Попова Который телезвезда Просто в два раза В два раза Выносили Подключили блокчейн И все перевернулось С ног на голову И оказалось Что у Попова Сорок один процент А у Лобанова Двадцать четыре Естественно Возникает вопрос Ребята Вы Или Переписывали Там эти Закрытые Для контроля Внутренние блоки В этом самом чейне Или вы Изначально туда Закачали Там С отрывом В пятьдесят Процентов Данные Которые Невозможно Проверить И то и то И к тому и к тому У нас нет доступа Единственное Что мы получаем Эту распечатку На выходе Значит Я не утверждаю Что Использовался Или тот Или тот Вариант Я не знаю Но я утверждаю Что доверие К этой системе На нуле И попытка Добавить Этой системе Доверие С помощью Привлечения Алексея Алексеевича Венедиктова Который Совершенно искренне Служил Этой модели На мой взгляд Провалилась Скорее Это Теперь Ущерб Престижу Венедиктова К сожалению Чем Рост Доверия К этой самой Системе В целом Тут Венедиктов Мне кажется Попал в ту же самую Переделку Что Путин Он хотел Помочь Искренне Это отдельный вопрос Люди склонны верить Я очень люблю Алексея Алексеевича Я тоже Искренне симпатизирую Но здесь С моей точки зрения Он вляпался И ему будет Очень трудно Отмыться Бог с ним Не в этом дело Дело в том Какие результаты Значит Понимаете как Мы Или верим Этим Компьютерщикам Или не верим Надо исходить Из того Что мы имеем Право И даже Обязаны Не верить Как это может Работать В каких условиях Это может работать Если есть Свободный Прозрачный доступ И любой Может проверить И это кстати Как раз Европейский Подход И есть А власть Инстинктивно Следует Вот этому Сталинско Чеченскому Подходу Никто там Не должен быть Кроме нас Мы знаем лучше Мы вам Вот видите Мы же распечатали Вот вам табличка Дворец не мой Я же вам говорю Дворец не мой Дворец не мой А распечатка Вот она Написанному верить Блокчейн Говорят они Привезносят Всякие эти слова Вы же верите В тот самый Биткоин Ну вот И значит Нашим результатом Голосования Должны поверить Ну Как бы Расчет на дураков Дураки не все Поэтому Они были Бы Они на мой взгляд С этой ситуацией Скорее проиграли И нанесли Серьезнейший ущерб Этому доверию Всей системе Но На выборах 24-го года Полагаю Что нам Эту систему Подкинут То есть Практика будет Расширяться Но это вполне Естественно Потому что Цифровые сервисы Все активнее Входят в нашу жизнь Правильно я понимаю Ну конечно Ну с другой стороны Это же действительно удобно Ты сидишь дома Взял и проголосовал В этом смысле Я должен Отскочить назад К американскому опыту Там ведь Нечто похожее Было Там смотрите На участках На участках Победил Трамп На участках А когда вскрыли мешки С почтовым голосованием Оказалось Что там на 20% Больше В пользу Байдена Из-за этого Трамп многократно И кричал Что его обманули Что это Фальсифицированные результаты В чем разница Значит Во-первых Я понимаю Почему байденовский электорат Голосовал по почте Трамповский электорат Боятся коронавируса Да Они боялись Они не хотели Ходить на участки Мне это представляется Логичным объяснением Они предпочли по почте В то время Как Трамповские ребята Антиваксеры Решительные Такие Крутые парни И им Коронавирус Нипочем Они ходили на участки И там голосовали Это первое А второе Гораздо более важное Это то Что В какой среде Это работает Трамп обращается К суду Трамп обращается К экспертам Трамп требует Разбираться С региональными элитами И все эти Три инстанции Говорят Батюшка Вот они Бюллетени Вот мы их посчитали Все было честно Трамп Как сильно и лично Говорит Нет ни хрена Не понимаете Вы меня обманываете И так далее Дмитрий Борисович Давайте продолжим Через несколько минут Друзья Видеотрансляция На канале Серебряного дождя Ютуб Для Ютуба Мы продолжаем Я вам могу Сказать следующее Что у меня Огромное количество Сообщений От тех наших Слушателей Которые ходили Голосовать Ногами А не по электронному Нет Которые говорят О том Что если они Полностью переведут Голосование В электронный формат Они просто Перестанут голосовать Потому что Доверие Просто Вот ноль Ну вот это Это и значит Что будет В общем-то С моей точки зрения Власть Я кстати Не договорил Про Трампа Вот Совершенно Другая Социальная среда Есть судьи И судьи независимы Они не будут Поддакивать Трамп Хотя Трамп говорит Что они поддакивают Вот этой Корпоративной Теории Заговоров Да Эти Ужасные Электронные Педофилы И прочие Сохранения Я не верю И я думаю Что американцы Не верят В существовании Такого глобального Заговора Где Республиканцы Однопартийцы Трампа Губернаторы Где Судьи Которые тоже Многие из которых Однопартийцы Трампа Где Многочисленные Эксперты Многие из которых Тоже Сторонники Трампа Считают Говорят Нет Вот смотрите Вот она У нас Эта штука Не работает Потому что Судья Скажет Как надо Начальнику Эксперт Скажет Как надо Начальнику В абсолютном Большинстве Случаев И нам Не на что Опереться И вот Моя претензия К Путину Заключается в том Что он Эту систему Взаимного контроля И распределения Властей И капитала доверия И Взаимного контроля Законодательного Диаметра Калия Могут достигать Диаметра Около Миллиметра Это Примерно В 10 Миллиардов Раз Больше Чем Диаметр Атома В нормальном Состоянии Удивительное Рядом Реклама На серебряном Безапелляционно Доверять Господину Волкову Не вижу Этого Необходимости Но То что он Говорит Вызывает Во всяком Случае Интерес И вполне Может быть Что он Прав Насколько Понимаю Правильно Сделать Следующим образом Айти Специалист Показывает Где Точки Уязвимости Этой Системы Да Где Контролирующие Организации Могут Осуществлять Манипуляции С результатами И с блокчейн Чепочками И мы Исходим Так как мы Критически Мыслящая Аудитория Что если Подобные Возможности Бритвы Окам Если Подобные Возможности Есть Они наверняка Были Использованы Все Где Ну конечно Надо Исходить Из того Что Власть Скорее Жульничает Чем Не Жульничает И Собственно Вся Американская Модель С Взаимной Системой Сдержек И противовесов На этом И основана А наша Основана На том Что Мы хотим Честного Человека И потом Мы будем Ему Вы предлагаете Концепцию Презумпции Виновности Для власти Конечно Только так Ты должен Доказывать Что ты Не верблюд Ты должен Все время И более того Пока Поскольку ты во власти Соответственно Общественно Значимое лицо Как собственно Говоря В Америке Говорят К тебе Должно быть Более суровое Доказание И Внимание Ты должен Быть прозрачен Ты должен Представлять Свою Налоговую Декларацию И Если Там Лезут Свои дела То ты должен Терпеть И Открывать Свои загашники А не прятать Как у нас Положено И так далее Это абсолютно Мне кажется Неизбежно И нормально А так Даже тот человек Который тебе нравится Условно говоря Навальный Через три года Станет Точно таким же Закрытым лидером Который Не подкопаешься Который будет Произносить Правильные слова Из-за которого Там будут Голосовать По прежнему Но ситуация Под его контролем Будет примерно Такой же Плохой Не вижу Оснований Верить на слово Ни господину Миллионов пользователей Чтобы они могли Видеть не только Свой голос А голос Всех остальных Участников Не называя их По имени Естественно Нет Не дают Почему рухнула Ночью Система входа Туда Через какой-то Там компьютер Она не просто Через ноду Рухнула Ровно в восемь вечера И выдвигались Какие-то Абсурдные Значит Оправдания Что дескать Закончился Сертификат Соответствия Электричество кончилось Там чего только Не приходит Просто бред Да Это опять же Выглядит Унизительно Оскорбительно И так далее Ладно Понятно Что мы в эти Выборы не верим Тем не менее Надо понимать Что они были Замкнуты На вытягивание Единой России А на остальные Дела У нее просто Не хватало Ресурсов У всей этой системы Ну Внимания не хватало Там То что яблоко Проиграло Мне кажется Оно проиграло По делу Яблоко все Вот я накануне Спрашивал Яблоко все Все как политический проект Яблоко закончено Я год назад Пел Своим замечательным Голосом Песню о том Что Пытался петь Это на мотив Похоронного марша Бетховена Кажется Да Бетховен Это Замечательный Этот похоронный марш Что Гриша Явлинский Самый главный Демократ Все 0,75 Миллиона Голосов Это меньше Чем недействительных Бюллетеней В полтора раза Это позор Причем На предыдущих выборах У них было Полтора процента Один и три Точнее А на позапрошлых выборах У них было Три процента В общем вниз 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 Но они Наиболее пострадавшая Сила умного голосования Ну слушай А кто им мешал Это же их был выбор Это фундаментальная проблема Для как раз Явлинского Как представителя Российской интеллигенции Он путает Политику И проповедь Он отличный проповедник Он говорит Правильные слова Яблоко Сделало Очень много Для контроля Над этими выборами Надо отдать им Должное Они подготовили Наблюдателей Они воспользовались Своими правами Партийными Для того Чтобы это сделать Спасибо им за это Но вместо того Чтобы заниматься политикой То есть Ориентироваться В реальной среде Собирать реальные Голоса людей Завоевывать их внимание Явлинский занимался Проповедью Он говорил Что мы самые хорошие Мы самые честные Благородные Поэтому за нас голосуйте А вот Там скажем Навальный Он не хороший Он националист Он фашист Он бог знает кто И так далее Навальный политик Именно поэтому В нем Ощущали угрозу Именно поэтому Его закатали В каталажку Именно поэтому К нему относились Серьезно Как к противнику А Григория Алексеевича Они там политиком Не считают Но это такое Некое эфемерное явление Которое там Где-то как воздушный шарик Что-то там рассказывает И они правы Потому что Он Он Очень хороший Аналитик Он очень хороший Публицист Он очень хороший Проповедник И совершенно Никудышный политик И все его Ребята Тоже И та Молодежь Которую они подрастили Это кстати говоря Тоже заслуга яблока Под крышей яблока Выросло много толковой Честной Искренней Молодежи Но В результате Они ощущают себя Кинутыми Тем же самым Григорием Алексеевичем И Это больно Смотреть Потому что У него был Блистательный шаг Возможность Объединиться с Навальным И тогда бы народ Пошел голосовать Это был бы Еще какой Электоральный блок Но Григорий Алексеевич Честоплюй И в этом смысле Он получил то Что заслуживает Спасибо Спасибо вам Дмитрий Борисович Орешкин Независимый политолог В студии Серебряного дождя Друзья Этот эфир В ближайшее время Появится На нашем канале В YouTube Впереди Мужские игры С Никитой Небылицким Серебряный дождь Сто ровно И одна десятая ФМ С Никитой Небылицким